На часах 13.07. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. По традиции в этой студии я на правах ведущего сегодня, а вот в роли и на правах гостя Сангаджи Тарбаев, председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Российской Федерации. Добрый день, Сангаджи. Здравствуйте. Ну, я не могу, в общем-то, не сказать о том, что вы личностью довольно известная, как это принято говорить, медийная. Если говорить обо мне лично, то я с вами познакомился, ну сколько уже получается, 15 лет назад, когда в телеэфирах начала появляться команда КВН-сборная Российского университета Дружбы Народов. Да, это 15 лет уже прошло практически. Ну, впервые мы появились в эфире в 2003 году. Ну, почти полтора десятка лет. Чемпионство в 2006-м, я и продолжаю до сих пор следить за вашей деятельностью, ведь команда существует, слава богу. И вы ее капитаном-то являетесь, и проект был в конце прошлого года, да? Ну, это был юбилей, когда все откопали всех живых и не очень живых. Да. Но вот сегодня вы у нас в роли председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив, ОПРФ. Для меня до сих пор интересный вопрос составился. Все-таки, кто или что вас привело или привел в общественную палату страны? В 2014-м году вы стали, да? Да. Членом. Как эта история развивалась? Случай. Привел туда случай. Случай, да. Не знаю, как и всех остальных членов общественной палаты, но я туда попал благодаря тому, что был эксперимент с точки зрения, там была новая схема выбора членов общественной палаты, было интернет-голосование. И в республике Калмыкия, это в то время еще действующий представитель общественной палаты, он мне набрал, сказал, что вот идет такая история, мне требуется участие, победа не нужна, нужно просто, чтобы регион как бы себя заявил. А так как вы только что сказали, я человек медийный, вот как бы хорошо было бы, чтобы я бы там как-то поучаствовал. То есть знакомое лицо и люди отреагировали. Да, как минимум, это больше там галочка для региона, что вот регион активность проявляет. Я заявился, подал документы, начал участвовать, посмотрел на то, как это все движется и увидел, как народ начал голосовать. Причем удивительно для меня было, что довольно активно. После того, как я увидел вот этот активный отклик, я вдруг почему-то включился, у меня какой-то режим такой борьбы. Хотя, я честно, хотя на тот момент, я могу сказать честно, что я не совсем понимал, что только общественная палата и чем она занимается. Сейчас понимаете? Ну, стало более понятно, я могу так сказать. Я провел у меня два с половиной года и сегодня я уже в этом плане имею большее представление о том, как наша система устроена, как она работает. И, по крайней мере, в направлении малодержной политики, которой я занимался два с половиной года, я точно, примерно, могу назвать в основной проблемы и перспективы. Вот, поэтому, участвовав в этом интернет-голосовании, я выиграл в итоге, победил и попал в общественную палату. После того, как я попал в общественную палату, меня пригласили руководители общественной палаты, сказали, что вот у нас очень мало медийных людей, хотелось бы, чтобы вы как-то активно занимались, если у вас есть возможность, время и желание. Я сказал, что со временем проблема, но желание есть, а возможность, но она появилась, раз я победил в этих выборах. Они мне предложили возглавить несуществовавшую доселе в рамках общественной палаты комиссию по поддержке молодежных инициатив. А чья идея вообще была и чья формулировка вот эта комиссия по поддержке молодежных инициатив? Это не моя формулировка, она мне досталась уже как давность. Как предыдущего созыва? Не было ее вообще. Не было комитета или комиссии, которая занималась молодежной политикой вообще. Поэтому этот созыв в каком-то плане для молодежного направления общественной палаты уникальный, переоценовление, формирование и так далее. Поэтому мне приходилось изучать все заново, какие-то подходы, понимание основных игроков, вычислять молодежные политики, с кем взаимодействовать. На это у меня ушел первые полгода ДОТ. Сегодня я уже в это время делюсь. Много времени отнимает работа, деятельность в общественной палате страны? Ну, это такая работа, сколько нагрузишься, столько и увезешь. Соответственно, я первое время очень активно включился в этот режим, потому что мне все это было очень интересно, я хотел там познавать и так далее. Но потом я понял, что это же вещь такая, как сказать, на общественных началах тут невозможно не заработать денег, никаких возможных связей, что-то еще. Это такая работа чисто общественная, за которой еще все следят через увеличительное стекло, что не дай Бог вправо-влево. Поэтому я в какой-то момент начал четко себе уже выстраивать тайминг своей жизни. У меня есть три направления, помимо семьи, которыми я занимаюсь. Это непосредственно мой бизнес, телевизионное производство, мы производим разные телевизионные проекты компании. Спортивные направления, мы проводим турниры ПБМ Бесправим, компания Fight Nights. И вот третье направление – общественная палата. Соответственно, я выделяю на общественную палату в месяц от 7 до 10 дней марса. Ну, треть, ровно получается, как выделить, да? Ну, имеется в виду, что выходные я стараюсь проводить в семье. Я не знаю, как на федеральном уровне, насколько активно обсуждается этот вопрос. И вообще, если он, этот вопрос, нужна общественная палата на уровне страны, не нужна она. Но вот у нас, например, в Кировской области, да, наша общественная палата нашего региона, она уже существует, третий созыв. И периодически возникают эти вопросы в претензии к палате. А чем вы там вообще занимаетесь? Какие вы там вопросы обсуждаете? Что вы вообще решаете? У нас ничего не зависит. И вот таких скептиков до сих пор, несмотря на то, что уже третий созыв, очень много. И дел-то хороших, проведенных и сделанных общественной палатой тоже они есть. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, таких скептиков, в принципе, много не только в отношении общественной палаты, в отношении большинства органов нашей страны. Зачем нужна Госдума? Зачем нужна Федерация? А что там вообще делать в Министерстве спорта? Нужно ли он в Министерстве экономного развития и так далее? То есть таких, в принципе, людей много. Я считаю, что это уже правило игры во всей этой истории. Не стоит обращать на это внимание, да, большое? Нет, но при всем при этом среди вот этих вот комментариев, среди этой критики периодически проскользуют какие-то здравые зерна, которые нужно уметь увидеть, услышать, понять и прислушаться. И мне кажется, что сегодня общественная палата в нашей стране это не только вот эти люди, которые занимаются, имеют статус члена общественной палаты, а все жители. Потому что права, которые есть у члена общественной палаты, они ничем не отличаются от прав любого другого человека, по факту. Другое дело, что есть статус, там где-то как-то тебя могут встретить и пригласить на радиоэфир, поговорить о чем-то. И у тебя есть какой-то доступ к инсайдерской информации, но она инсайдерская, как бы, скажем так, не настоящая инсайдерская, потому что все это в открытом доступе лежит, просто нужно зайти в интернет, почитать. Помню, как-то наше... Извиняюсь, я считаю, что общественная палата сегодня переживает процесс становления, несмотря на то, что ей уже там 10 лет, говорят, да, но по-хорошему переживает период становления, перезагрузки постоянно и так далее. Вот помню, как-то общественную палату нашего региона кто-то из скептиков назвал, ну, что-то вроде там собрание почетных старцев и почетных людей. А в некоторых регионах так это и есть? Нормально? Ну, общественная палата, так как сами некоторые, в некоторых регионах сами руководители не понимают, для чего им это нужно, потому что им просто это сказали «надо», они до сих пор не осознают силу или инструмент, или не воспринимают ее. Соответственно, это место ссылки для каких-то вот уже бывалых или там заслуживших, выдающихся деятелей, и которым, в принципе, уже нет места в действующей власти, в исполнительной, законодательной, а вот там они как сокалы сидят и свое мнение говорят. Но мне кажется, что все-таки общественная палата должна быть более активной, ее нужно более активно подключать. С точки зрения возраста, то есть молодежи побольше? Нет, с точки зрения общедействия общественной палаты. Общественная палата должна совать свой нос везде, должна везде выражать свое мнение, должна при этом параллельно, постоянно синхронизироваться с мнением именно общества на тот или иной вопрос. Если она будет привязана к руководству, будет привязана к вот этой вертикали, то тогда нет смысла, это просто дублирование кучи других организаций, которые существуют в нашей стране. С этим нужно что-то делать? Это зависит от качества состава общественной палаты. Если люди в общественной палате, которые занимают активную гражданскую позицию, они, как правило, неудобны в регионе, как правило, начинают поднимать те вопросы, которые, скажем, нежелательны для общественного резонанса. Здесь очень важно выстраивать этот диалог с властью, очень важно правильно говорить на те или иные темы. Но компромисс, на ваш взгляд, возможно? Мне кажется, он необходим. Договориться можно всегда. Я против радикализации. Я считаю, что в любом даже спорном вопросе можно найти точки соприкосновения, с которых можно начать этот диалог, а дальше уже как бы будет выстраиваться. И плюс ко всему, независимая общественная палата это такой дисциплинирующий, контролирующий механизм для исполнительной и законодательной власти. У нас сейчас будет небольшая буквально пауза, мы вернемся через полминуты. Еще раз добрый день. Я напомню, что мы беседуем с Сенгаджит Арбаевым. Это председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив общественной палаты Российской Федерации. Чуть позже мы перейдем к проекту под названием «Диалог с прокурором», который, собственно, и презентует сегодня Сенгаджи в нашем городе именно с этой целью. Да, и вы приехали к нам. Но все-таки перед этим еще поподробнее хотелось бы узнать о деятельности комиссии по поддержке молодежных инициатив. Как это там работа сейчас происходит? Какие инициативы обсуждаются? И какие конкретные проекты уже реализованы? Смотрите, там происходит ровно то, что интересно в данном случае мне, как представителю общественной палаты, как представителю комитета по молодежным инициативам. Я постоянно участвую и являюсь свидетелем разных мероприятий в молодежной политике в нашей стране и отмечаю какие-то тренды определенные или белые пятна, либо серые зоны, которые, мне кажется, не отражаются в официальной политике и стараюсь поддерживать эти проекты из этих сфер для того, чтобы как минимум иметь информацию о том, что там происходит. Как максимум, в случае, если вдруг у нас начнут развивать это направление, там, не говорить, сказать, вот у нас есть уже рэперные точки, игроки, на которых можно опираться в том или ином направлении. Поэтому за тот период, за эти два с половиной года, в который я нахожусь в общественной палате, прежде всего, что, как мне кажется, можно привести в пример это мы обсудили и приняли стратегию молодежной политики, основу государственной молодежной политики до 2025 года. И эта стратегия, она была принята и профильным министерством, и подписана над Медведевым. Сегодня на основе этой стратегии уже обсуждается ФЦП, федеральная целевая программа, под которой должны уделяться деньги. Второе, это мы смогли, пускай не в полном объеме, но провести некий мониторинг уровня молодежной политики, развития качества и так далее. Активности молодых политиков? Молодежной политики в регионах. Как государство, скажем так, насколько проникновение вот этой молодежной политики в регионах, в нашей стране. Пускай у нас пока информация не исчерпывающая, но уже по первым каким-то цифрам можно понять, насколько. Мы, у меня сегодня приехал сюда Хамзаев Султан Султанович, мы провели... Ваш коллега по палате, да? Да, мой коллега. Мы провели на базе общественной палаты нашей комиссии рейтинг трезвости регионов, то есть у нас сегодня есть четкая информация за 15-16 год, насколько регионы пьют. Откуда берете данные вы? Официальный рост? Несколько... Заказываются исследования, проводится мониторинг, берутся официальные данные, сопоставляются. Там есть пять критериев, по которым это все составляется. Они подвергаются дискуссии, подвергаются постоянным спорам и так далее. Но мне кажется, что должна быть дорожная карта, на основе которой хотя бы нужно начинать этот разговор. Потому что по тому замеру, который мы делаем, алкоголь и наркотики среди молодежной среды у нас зашкаливают по уровню. Где-то больше, где-то меньше по региону? Но в среднем ситуация такая. Не слишком радостная. В среднем очень тяжелая. Я вам дам такие просто рамочные цифры. У нас молодежи, ну это людей в возрасте до 30 лет, в нашей стране порядка 35 миллионов. Вот из этого количества людей около 6-7 миллионов являются официально наркотики и алкозависимыми. Это официально. И это уже очень плохая статистика с точки зрения того, что в 25-м году будет снижение количества молодежи на 10 миллионов из-за демографической явы 90-х годов. Соответственно, если сохранится такое качество молодежи, мы подойдем к более глобальному кризису, чем экономически в 25-м году. Это вот как раз-таки та информация, которую мне удалось, статистика, которую мне удалось собрать. В федеральной цифровой программе эти моменты отражены. То есть направление на то, чтобы меньше молодежь увлекалась вредными привычками. Ну, вы знаете, к сожалению, они учтены, а мы о них как бы просигнализировали, но денег на них очень мало выделяется. Молодежная политика находится в смежной зоне влияния разных министерств, к сожалению, а может быть и к счастью, не знаю, но это вот нам досталось по наследству вот там и в том числе молодой России 90-х годов. И поэтому это как дитя с няньками, у которых семьяник, но без глаза. Никто конкретно молодежью в нашей стране и занимается. А бюджет, который выделяется федеральному агентству Росмолодежь, так называемая, из организации у нас, это миллиард рублей в год на всю молодежь России. Но это даже в мерках не то, чтобы страны в рамках отдельного региона, это мало. Вы понимаете, что это такое. И на эти деньги пытаются провести вот эти федеральные форумы, которые безусловно являются позитивным шагом с точки зрения формирования, образования или социальных лифтов, но этого очень мало, это катастрофически мало, потому что в серой зоне находится 95% молодежи, которые даже не знают об этом и не слышны. Последний один проект, который мы обсуждаем сегодня, это дело с прокурором. Давайте поговорим о нем подробно. Я знаю, что он существует уже не первый год. Два года исполнилось с момента его запуска. С 2015 года все время мы начали. Наверное, короткая предыстория. У нас состоялась встреча в 2015 году между Генеральной прокуратурой и Советом общественной палаты. Я тоже вхожу, как я, председатель комитета. И на этой встрече у нас была возможность задать вопрос непосредственно Юрия Яковлевича Чайки. Генпрокурору страны. Я, набравшись смелости, заикающимся голосом, произнес несколько предложений, связанных с тем, что сегодня у молодежи сформирован негативный сериотип прокуратуры. И сегодня молодежь, если мы говорим о формировании гражданского общества, нужно закладывать именно там лояльность и доверие к этому органу. И необходимо, на мой взгляд, повернуться лицом. А почему именно прокуратура? Почему не МВД? Потому что мы встречались с прокуратурой. Если бы мы встречались с МВД, я бы, наверное, такой же вопрос задумывал. То есть в перспективе вполне возможно... Все может быть. Все зависит от того, как этот проект будет оценен и как он в итоге во что выльется. Но так как у меня была возможность задать этот вопрос прокуратурой, я в целом считаю, что система вся в нашей стране должна немножко повернуться к людям для того, чтобы дел начался хоть какой-то. Соответственно, прокуратура – это орган, который, на мой взгляд, является центром нашей всей системы, потому что у них есть возможность влиять, проводить прокурорские проверки, и так далее, и так далее. Более того, есть даже функция законотворчества. Они могут вносить законопроекты. Согласно Конституции. Да. То есть, в принципе, это тот центральный орган, с которого можно начать вот этот вот диалог с сообществом. Ну, так как я занимаюсь молодежью, я предложил сделать, провести встречу хотя бы его с молодежью. Он сказал, а что меня, давайте начнем со всех регионов. И, таким образом, у нас сейчас начался этот проект. Я сначала подумал, что это как-то вот шутка, да, но потом, когда через неделю начали запрашивать документы, спрашивать формат, я понял, что это серьезно интересовало, и с большим для себя удивлением обнаружил, что этот проект имеет перспективу. С тех пор мы проехали 36 регионов. Суть в том, что мы за месяц до приезда в регион проводим аналитику по этому региону, мы запрашиваем из всех органов статистику по состоянию молодежи в регионе, и приезжаем с этим большим исследованием навстречу, куда приглашаем всех представителей молодежных организаций и вообще всех, кто хочет прийти и пообщаться с прокурором. У нас есть санкция Юрия Яковлевича, который непосредственно сам по внутреннему указанию всем прокурорам дал такое распоряжение – участвовать в этом мероприятии. Соответственно, прокурор уже не отвертится, он с нами. Молодежь, которая хочет, у которой есть какая-то проблематика, я понимаю, что из них 50% системная молодежь, которая заготовлила вопросы, но есть и тот контингент, который реально хочет что-то задать. Но вопросы любые, в принципе, возможно. Вопросы любые. Мы не редактируем эти вопросы. Бывают и сложные ситуации, щекотливые ситуации, где-то бывают и эмоциональные ситуации, но мне кажется, что, в принципе, вот этот разговор, который длится 2 часа в итоге – это вопрос-ответ, по большому счету, на любую тему. Он становится тем, как бы, откровением, после которого каждая из сторон делает для себя выводы. – Но Вы десятки городов уже проехали. Какие в основном вопросы молодые люди задают? Что интересует? – Ну, рабочие места. – Руководители. – Прокуратура. – А, именно прокуратура местная. – Да. – Прокуратура местная занимается тем, что отвечает на эти вопросы. Они, в принципе… – Нет, а какие вопросы-то звучат? Какие задаются? – Нарушение прав детей, сироты, которые без… Государство должно им предоставлять жилье. – А жилье не предоставляется? – Не предоставляется. – Рабочие места, которым молодые люди не могут найти себе работу и так далее. Продажа алкоголя, распространение… – Несовершеннолетних? – Да. Ну, кстати говоря, вот Вы сказали про несовершеннолетних. Это преступления в отношении несовершеннолетних. И в последнее время вот эти вот преступления связаны с интернетом. Группы смерти всевозможные, там провокации. В южных регионах это и ИГИЛ, так называемые, запрещенные организации. То есть и в каждом есть есть специфика, в которой хочется какую-то конкретику услышать или позицию прокуратуры. Поэтому вот я сейчас перечисляю это вот большими вехами вот в каждом регионе вопросы именно этого касаются. Но еще есть вопросы, касающиеся местной экономиктуры. – Ну, безусловно, местная специфика там всегда присутствует. – Ну, где-то там, вплоть до, я не знаю, там, у нас там с крыши упал лед на голову, там, и вот кто виноват. – У нас был такой случай смерти. – Ну, это везде. – Девяти лет не везде. – К сожалению, такие случаи происходят везде. – И вот кто виноват, в данном случае прокуратура, которая не проконтролировала, или муниципальные органы, которые должны следить за этим. Или там, оцепить только должен был вопрос. По большому счету, я не испытываю иллюзий. Я понимаю, что за два часа невозможно ответить на все вопросы. Но, в целом, мне кажется, что, я как всегда это говорю, что это зависит от местной общественной палаты. Мы полностью даем санкцию прокуратуры. Более того, Юрий Яковлевич, он настаивает на том, чтобы эти встречи проходили периодически, не один раз. Как минимум, два раза в год. И мы, как правило, после этой встречи говорим, ребята, вот ваша общественная палата – это председатель, вот ваш прокурор. Мы приехали для того, чтобы вам показать, что этот треугольник общения возможен. Больше мы к вам приезжать не будем. Общайтесь. – Безусловно, там не только прокуроры регионы присутствуют, но и его коллеги, подчиненные, целые коллеги у них. Ну, сидят, конечно, его заместители, которые по всем вопросам сведущие, потому что прокурор не в состоянии держать все вопросы в голове. Но, в целом, мы хотим показать этим примером, что, друзья, поднимайте вопросы, общайтесь. Это площадка именно для этого. А дальше все зависит от активности местной общественной палаты. Это такой чудесный handler. И первая встреча с прокурором в области в нашем городе состоится сегодня. Сегодня два часа. В библиотеке имени Герцог. Да, в библиотеке имени Герцог. Вы там будете присутствовать. Я буду присутствовать, будут присутствовать представители местно общественной палаты кировской. Андрей Вусянко. Да, и непосредственно сам прокурор. Два часа. Два часа, вот такого... Два часа. Искренне откровенное открытого разговоры на тему проблем, связанных с молодежей и не только. Я думаю, что журналисты там тоже присутств должны Возможно, будут журналисты. У нас есть два момента. Первый, на чем я всегда акцентирую, это постработа местной общественной палаты, для того, чтобы она начала собирать информацию, через полгода уже сама провела эту встречу в таком же формате. А второе, это мы непосредственно на этой встрече, то, что два часа идет, ведется стенограмма. Все, что там мы услышали, мы увозим с собой в Москву, составляем отчеты, управляем генеральную прокуратуру. А кто модерирует? Я модерирую. А вы непосредственно, да? Я модерирую, мы все это помечаем, все вопросы уточняем после встречи. Если что-то мы не поняли, мы с этими людьми проговариваем еще раз суть их вопросов. И потом, вне зависимости от того, как прокурор на это реагирует, ответил, не ответил, мы просто это посылаем в генеральную прокуратуру, в которой у них уже есть отчет по 36 регионам. Если им нужно составить мнение о каком-то прокуроре, они в том числе берут и эту папочку. А, это тоже как один из критериев оценки. Они смотрят, как пошла встреча, какие вопросы подняли, потом смотрят текущие вопросы. Если вопрос какой-то не решен, значит, есть какая-то там проблема в работе прокурора. Ну, вы, безусловно, мониторите постоянно, а вот что по результатам встреч в этих 36 регионах? Где-то ничего не произошло. Где-то вот прошло, разошлись, все как бы выполнили свои функции, галочки поставили, мероприятие прошло, все отлично. Где-то, допустим, я привожу пример Хакаси, могу привести. Где-то этот проект приобрел более широкую форму, он теперь называется «Диалог с властью». Каждый месяц проходит встреча то министра экономики, то министра образования, то МВД, то еще что-то. На базе общественной палаты тоже? Да, на базе общественной палаты, просто представитель общественной палаты Хакаси, она поняла, что это инструмент ее влияния, то, о чем я говорил. И она этот инструмент использует по полной программе. Никто отказать не может, так как прокурор уже был, он задал как бы дом этого мероприятия. Теперь у них круглый год, 12 месяцев в году, какая-то встреча с каким-то большим начальником, который непосредственно отвечает на вопрос. Мы сейчас прервемся на традиционную рекламу. В середине часа я вам напомню, что в гостях у нас Сангаджи Тарбаев, представитель комиссии по поддержке молодежных инициатив общественной палаты Российской Федерации. Скоро продолжим. Разорвается наша беседа с Сангаджи Тарбаевым, представителем комиссии по поддержке молодежных инициатив общественной палаты Российской Федерации. Поговорили о проекте «Диалог с прокурором», который сегодня будет презентован в 2 часа дня в библиотеке имени Герцена. Но я хочу спросить вот еще о чем, ведь вы в этом году уже приезжали в наш город вместе с представителем УПРФ Александром Владимировичем Причаловым. Я думаю, в январе это было, и вы посетили Орловское спецучилище, официально которое называется Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа. Шефство продолжается. Я впервые приехал в такого рода заведение, потому что меня попросил приехать как раз таки Александр Владимирович. Среди воспитанников этого заведения был вопрос, кого бы они хотели увидеть из членов общественной палаты. Понятно, что там все более-менее известные человека они увидели и говорят, вот, давайте пускай он приедет. Хотя меня они тоже особо, потому что не знают. Вот я приехал впервые, увидев этих ребят, пообщавшись с ними, понял, что это категория, скажем так, молодых ребят, которые вообще в нашей стране находятся за скобками. К сожалению. Вот там ребят со всей страны. Со всей страны. И более того, вот, Орловское училище, оно является образцово-показательным. Все остальные, они где-то находятся там в Чите, еще где-то, они вот говорят, что там уровень пониже. И поэтому из-за того, что у Александра Владимировича есть личные подшефные, там два человека, мы приехали туда и со всем этим училищем встречались, общались. Но в процессе беседы и встречи выяснилось, что им интересны какие-то сферы, в которых я могу им каким-то образом помочь. Например? Ну, они занимаются спортом активно, и им бы хотелось, чтобы к ним приехала какая-то звезда единоборств и провел там мастер-класс. Вот сегодня, я вам пообещал тогда, что это произойдет, вот сегодня мы приехали и выполнили свое обещание. Кого вы показали? Я попросил приехать со мной вместе Владимира Минеева, это известный боец как в кикбоксинге, так и в ММА. Смешанное ведение. Смешанное ведение. Он, те, кто любители о нем знают, те, кто не знают, могут прогуглить или посмотреть на ютюбе, у него очень яркая карьера. Он нашел график в своем тренировочном процессе, сейчас он тренируется в Дагестане, прилетел из Дагестана, приехал сейчас в Киров, и завтра мы вернемся, он обратно поедет в Дагестан тренироваться дальше. Что он показал ребятам? Он, в принципе, так как он был. Приемы, примеры? Прежде всего, это была небольшая лекция от него. А, лекция. С матчасти надо начинать. Да, потому что он сказал, что то, что мы сейчас будем вам показывать, и то, о чем будем рассказывать, это не то, что нужно применять на улицах, а то, что нужно применять именно в спортзале, в тренировках и так далее. Это возможность вам, ваше качество проявить и пустить в вашу энергию, вот эту разрушительную, или все равно с той дорожки, на которой вы оказались, в нужном направлении. Хотя вот, и он своим примером, своей жизнью, он тоже там парень непростой, у меня тоже там детство немножко складывалось непросто. И он, конечно, в их глазах герой, в отличие, допустим, даже от меня или от вас. Потому что мы все равно для них представляем все-таки таких каких-то немножко отстраненных людей. Но главное, чтобы у ребят был такой вот символ, да? Да, и тут на простом доступном, на хорошем языке парень им объясняет, что хорошо, что плохо. А после этого заставляет хорошенько попотеть, поработать и набраться опыта. И вот то, что сегодня произошло, это, на мой взгляд, по крайней мере, как сказал руководитель этого училища, такого вот именно в спортивном отношении такого не было никогда. Автографы, безусловно. Более того, туда приехали даже ребята-спортсмены, которые тренируются в Кирове, там, в других городах Кировской области, именно на семинар на самого Минеева. Они попросили, их пропустили на территорию, и они поучаствовали в этом мастер-классе. Подарки привезли, как это будет? Ну, в этом учебном заведении очень много делают с собственными руками. У них там эта трудотерапия, так называемая. Ну, да, да. Мне подарили шахматы, которые они там сами вырезали, сами сделали и так далее. Понравилось? Мы привезли им экипировку небольшую, в этом количестве, для того, чтобы они тренировались. В перспективе приезды будут еще? Сложно сказать, потому что то, что сейчас произошло, это больше личный контакт. Нет, это не системная работа и не системная история совершенно. Если бы Ричалов попросить еще раз, то, наверное, будет трудно. Ну, сейчас уже у нас есть какие-то выстроенные отношения с самим училищем. Если вам что-то, я бы сказал, что если вам что-то понадобится, и это я могу, я сделаю. Но все-таки я считаю, что работа с такими учреждениями должна стоять на системном уровне. И, кстати говоря, это тоже одна из повесток для общественной палаты любого региона. Кстати, тогда, когда вы приезжали в январе с Александром Владимировичем, была тогда еще встреча с Советом нашей региональной общественной палатой. А взаимодействие вообще ОПРФ с региональными палатами, оно в каком виде осуществляется? Вы лично как принимаете в этом участие? Скажу так, что каждая общественная палата в каждом регионе, это сам себе хозяин и сам себе режиссер. Надо это понять еще. Да. Уяснить каждую палату. Нет того, что, как у нас ждут, что общественная палата Российской Федерации – это головной орган, а все остальные филиалы – нет. Вот эта система выстроена совершенно по-другому. Мы занимаемся федеральной повесткой, а в регионах занимаются региональной повесткой. Но мы не можем указывать региональным палатам, что им делать и чего нет. Мы можем только их попросить это сделать, либо порекомендовать, либо попросить у них провести мониторинг. И если общественная палата региона сэкзволит, захочет, посчитает нужным, она отпикнется. Поэтому с некоторыми регионами есть контакт плотный по каким-то проектам, а с некоторыми вообще тишина, которых мы там даже не знаем. А приведите примеры, пожалуйста, тех регионов, где общественная палата местная, ну прям вот, ух, молодцы, бегут впереди локомотивы. Ну, допустим, Саратовская область, да, там общественная палата, я не знаю, каким образом они это смогли продавить, но местное ЗАГС собрание дало им возможность... Зак инициатива. Да, законодательная инициатива. У нас ведь тоже такое есть, в общественной палате Кировской области тоже есть Зак инициатива. Они, кстати, это оценивают. Очень большой плюс. Это вот вопрос экспертной базы, которой обладает общественная палата. Понимаете, те люди, которые заходят в ЗАГС собраний, по идее, они должны заниматься своей вот этой профессиональной работой. Дополнительные законопроекты со стороны, это просто количество, но не качество. Соответственно, я считаю, что здесь вопрос очень такой тонкий. Если есть в общественной палате собраны те эксперты, которых нет в законодательном собрании, допустим, не учтены их интересы, а там реально сильные эксперты, то это хорошо. Но если там собраны люди, которые занимаются публиканством и которые пиарят самих себя за счет каких-то резонансных предложений, давайте-ка выдавать, не знаю, продавать по паспортам соки и что-то еще, то, конечно, это просто не нужно. Вот вы сейчас упомянули про Саратовскую общественную палату. Я сейчас сижу, вспоминаю, я читал не так давно о ней, о том, какие она Зак инициативу выдвигала. И, по-моему, это Саратов, была инициатива на одно вырубленное дерево сажать четыре дерева. По-моему, вот такая инициатива. В общественной палате Саратовской области. Ну, невозможно, но я могу сказать, что у них вообще есть очень красивая идея. Они хотят и, по-моему, даже высаживают рощу памяти в честь всех ушедших на фронт во Второй мировой войне и не вернувшихся. По-моему, это 300 тысяч человек у них не вернулось. И вот они высаживают рощу памяти из 300 тысяч деревьев. Вот это вот тоже одна из инициатива общественной палаты. Но вообще, так как человеческий фактор присутствует везде, сумасшедших идей и каких-то смешных идей можно услышать большое количество. И только общественной палаты. Мало времени у нас остается. Как известно, 21 февраля запущен процесс формирования нового созыва Общественной палаты Российской Федерации. Ваши планы на следующий созыв на общественную работу? Честно скажу, не рвусь. Не рвусь. Не рвусь. Если позовут, предложат продолжить работу в том режиме, в котором я сейчас работаю, если их устраивает те, кто формирует мой такой формат, то я готов. Но для этого предпринимать каких-то супердействий, честно говоря, не хочу. Президент уже первых сорока предложил кандидатуру от себя, далее от общественных организаций и еще третья. Дальше будет третья. Нет, вторая часть это от регионов. От регионов. Третья часть это от общественных организаций. Вот сейчас я, честно говоря, пока в раздумьях нахожусь. Если какой-то сигнал посупит, то потому что находиться в общественной палате просто числится. Нет смысла. Да, вот я, допустим, нахожусь на посту представителя комиссии, у меня есть какой-то ресурс что-то делать. Если я формально останусь членом общественной палаты, то у меня не будет возможности подвигать, допустим, дела с прокурором. Вот у меня, допустим, я рассказал, у меня есть организация, которая занимается мониторингом вот этих групп смерти по всей стране. Я покирую, допустим. Это тема для отдельного, конечно, большого серьезного разговора. Я покирую, привез даже вплоть до фамилий ВКонтакте людей, которые этим занимаются, понимаете. Слушайте, передайте это все Андрею Леонидовичу. Я готов, просто... Полномоченный по правам ребенка в Кривовской области Владимир Шабардин очень серьезно в этом направлении работать. Вот у меня есть просто группа молодых ребят, которые этим занимаются. И вот у меня таких вот, ты скажешь, групп, с которыми у меня в основном контакт, большое количество. Но находясь в рангах просто членом общественной палаты, у меня не будет возможности влиять на то, чтобы этих ребят лоббировать, пробивать им грант или что-то еще. Поэтому и просто так находиться тоже нет смысла. Лучше, пусть кто-то займет место тот, кто... То есть, я так понимаю, сами проситься не будете, но если предложат выдвинуться, да? Вы сейчас ведите от фонда признания, по-моему, да? От фонда признания формально, но по большому счету я по интернет-голосованию выбран, да. Просто нужен был формальный повод выдвинуться. Минута. Сангаджи, не могу не спросить, как оцениваете город наш? Вот такое ощущение, что вы к нам сегодня тепло привезли, у нас сегодня первый день плюс шесть. Я второй раз приезжаю к нам город, и второй раз после Индии. После Индии? Да. Я тут буквально вчера проявлялся. Я вам честно скажу, я Киров не видел. Я вот первый раз, когда приехал, сразу с вокзала уехал в Орлов, и оттуда приехал, вот место, где у вас плавательный бассейн. Где вот здесь вот? Нет, это театральная площадь, главная площадь города. Мы встречались в собрании, было общественное плаце в каком-то спортивном комплексе. А, ну, хорошо. И второй раз вот час приехал, вот то, что я увижу, вот вижу вот из окон, это сильно не отличается от строительного статистического города России. Какие-то особенности отметить не могу, вот, поэтому, но могу только сказать о тех людях, которые меня встречают. Меня встречают очень радушно, позитивно. Еще бы по-другому было, ага. Нет, ну я же все-таки не какой-то там чиновник, или кто-то, перед которым надо бегать, и все. Но люди все равно очень с открытой душой встречают. И для меня сегодня Кировского, прежде всего, это спецучилище для подростков с девиантным поведением. Это тоже хорошо, да, конкретная точка вот на карте. И хочется сделать так, чтобы люди, ребята эти жили нормальный, как вы сказали, на правильный путь, да, все-таки вставали и не возвращались вот к именаме. Пекло. Спасибо, завершается наша беседа. Сангаджи Тарбаев, представитель комиссии по поддержке молодежных инициатив общественной палаты Российской Федерации. Спасибо, всего доброго. Спасибо, всего хорошего.